Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Банкетам и корпоративам стоп! В Чувашии растет количество заболевших коронавирусом. К зиме готовы. В столице Чувашии прошел смотр коммунальной техники. Владельцы животных бьют тревогу. В столичной роще Гузовского неизвестные оставляют продукты, начиненные стеклом и иголками. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается напряженной. Ношение масок, социальная дистанция и частая дезинфекция рук – вынужденные, но такие необходимые меры в борьбе с опасным вирусом. Под особым контролем вновь предприятия общественного питания. Подробности в нашем сюжете. В республике с конца сентября фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Наибольшее число заболевших среди лиц от 46 до 65 лет и детей. Жители добровольно проходят тестирование и, как следствие, 43 положительных результата за неделю. По состоянию на 15 октября в 22 образовательных учреждениях республики выявлены 38 заболевших. Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, гриппом и внебольничной пневмонией в 10 медицинских организациях республики подготовлены почти 1470 коек. Сегодня добавили еще 135 на базе 2-й городской больницы в Чебоксарах. Все койки, которые развернуты и в готовности еще 358 койок для развертывания, все оснащены необходимым оборудованием, как аппаратами искусственной вентиляции легких, 958 кислородных точек. Все обеспечены необходимым количеством мониторов. Самое главное, все медицинские учреждения оснащены с запасом, сроком работы на 60 дней, как средствами индивидуальной защиты, так и лекарственными препаратами. Роспотребнадзор Чувашии совместно с МВД и органами прокуратуры проводят рейды по соблюдению санитарных мер на объектах торговли и в общественном транспорте. На восьми предприятиях торговли Чебоксар и Аликовского района выявлены нарушения, основные из которых – отсутствие дезинфекции и термометрии, несоблюдение масочного режима. Сейчас у нас основным фактором распространения, причинами является в том числе и нарушение масочного режима. В указах главы у нас все предусмотрено, в том числе и предусмотрено обязательное ношение. И также в указах главы запрещено оказывать услуги, продавать товары организациям, лицам без масок, потребителям без масок. Вот эти положения нужно контролировать, и мы считаем, что все-таки административные меры пора уже применять. Давайте вспомним все, что надо делать, и неукоснительно, прежде всего, каждый на своем месте, я имею в виду, прежде всего, должностные лица, должны это выполнять. То есть требования по ношению масок, требования по обеспечению всех мер безопасности. Вот эти мероприятия, они должны быть обязательны. Ну и, конечно же, я полностью поддерживаю, что надо наказывать. Предприятиям общественного питания было рекомендовано воздержаться от проведения банкетов, свадеб и поминальных обедов во избежание вспышек инфекции. Ольга Алексеева, Николай Скворцов, Республика. Мы уже говорили о том, что в Калининском психоневрологическом интернате в Урнарского района произошла вспышка коронавирусной инфекции. Это стало известно после проведенного обследования пациентов. Вчера поздно вечером там побывали члены республиканского оперштаба. Сейчас интернат закрыт. В здании идет дезинфекция. А все началось с жалобы двух пациенток на головную боль и высокую температуру. Девушек изолировали. Позже с похожими симптомами обратились и другие. Всех, в том числе и сотрудников интерната, проверили на наличие вируса в организме. Предположительно, источником заражения мог стать кто-то из сотрудников, перенесших вирусное заболевание бессимптомно. Всего заболевших 45 человек, из них 42 получателя услуг и 3 сотрудника. Пациенты непосредственно и все получатели услуг, находясь в ПНИ, вывезены и госпитализированы в лечебное учреждение, чтобы локализовать очаг. Роспотребнадзор проводит проверку факта. В учреждении проводится профилактическая дезинфекция, то есть усиленный дезинфекционный режим. При начале санэпидерасследования специалистами управления были выявлены нарушения дезинфекционного режима. Впоследствии они все были устранены. Члены Оперштаба вместе с вице-премьером, исполняющий обязанности министра образования Аллой Салаевой, заехали в Урнарскую школу номер один. Здесь, хоть и с опозданием, завершаются ремонтные работы. Мы видим, что строители вышли на финишную прямую. Остались фактически небольшие отделочные работы, которые касаются установки на батареи. Оборудование буквально подкрасить и довести до ума уже отдельные детали. На той неделе занятия в школе возобновятся. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Шумопоглощающие стенки и барьерные ограждения. В Чувашии открыли движение по капитально отремонтированному участку трассы М7 «Волга» в Козловском районе. Участок 705 по 722 километры трассы М7 «Волга» проходит вдоль двух населенных пунктов Еметкина и Липова. Здесь расширили проезжую часть до четырех полос и разделили встречные транспортные потоки барьерным ограждением. Этого требуют стандарты безопасности на медицинслях федерального значения. Трасса очень загружена. Для нас эта дорога еще имеет колоссальное важное значение, потому что буквально в километре отсюда через год появится монумент федерального значения подвигу трудового народа во время Великой Отечественной войны. И все это в совокупности нас, конечно, безмерно радует. Чтобы водителям было удобно и безопасно делать съезды и выезды, обустроили три разворота. Маневры можно совершать, не пересекая основной поток движения. 241 километр мы сегодня построили, отремонтировали Чувашской республике. И тем самым привели нормативное стояние 85% по федеральным дорогам в республике Чувашия. Это очень высокий показатель. Олег Николаев вручил дорожным работникам почетные грамоты и подарил именные часы. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. И в развитии темы. Сегодня в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики подвели итоги дорожно-строительного сезона. 2020 год стал для дорожной отрасли особым. Хорошие погодные условия, солидное и своевременное финансирование из бюджетов всех уровней позволили дорожникам качественно выполнить намеченные объемы работ. На совещании прозвучали цифры и факты. Завершена реконструкция нескольких дорожных участков в столице республики. По проспекту Ивана Яковлева, трактора строителей, Эгерскому бульвару. Полностью открыт для движения Сугутский мост. Сдана в эксплуатацию дорога Шимурша-Сойгина-Аниш. Важный момент. Определился подрядчик по проектированию и строительству магистрали федерального значения М-12 Москва-Казань на территории Чувашии. Работы начнутся уже в будущем году. Так что вместе с итогами дорожники наметили и перспективы развития. Бизнес-проект «Сучуань-Чувашия» по-прежнему вызывает большой общественный резонанс. В его рамках предусматривалось строительство животноводческого комплекса, выращивание кормов, создание производства по переработке молока и говядины. Строительство пока не началось. Причина – нет согласованного плана действий. Да и по расположению будущих объектов ясности пока нет. Для реализации бизнес-проекта китайская сторона выбирает разные площадки. Одна из них – Шумерлинский район, территория бывшего колхоза в деревне Большие Алгаши. Большой вопрос у экспертов вызывает водоснабжение комплекса. В сутки одной корове необходимо до 100 литров воды. Можно посчитать, сколько ее потребуется для 10 тысяч голов. По проекту предполагается, что водоснабжение будет осуществляться из проектируемой скважины на технические нужды. Вокруг этого села пробурено 15 скважин. 8 скважин там на глубину 30-35 метров. Вода содержание железа там превышает в песках. 7 скважин для орошения глубиной 125, вернее 115-160 метров. Там вода есть, разные дебиты, но качество воды, значит, сильно минерализованная. Очистка дорого еще войдется. Что касается сточных вод, то по проекту их должны вывозить на очистку на биологические очистные сооружения в Шумерлю. В каком количестве согласовано ли с городом, неизвестно. Еще плохо будет для населения города Шумерли, значит, как-никак вот эти коровы будут выгонять, ну, выгул предусмотрено. Сама собой, после выгулов, ну, остается на рельефе местности также много навоза. Паводковые воды смывают вот это в реку Алгашка. А река Алгашка течет в реку Сура, как раз выше водозабора. Еще один участок в Парецком районе. Представители подниместа его уже арендовали. Земли давно не использовались и считаются заброшенными. С одной стороны, что они заросли, это положительно влияет на них. Растительность ежегодно отмирает. Она поступает на поверхность почвы и тем самым в какой-то степени повышение плодородия песчаных почв. Если освоить эти земли, заброшенные, первые два-три года, конечно, там можно получить хороший урожай. И дальнейшее их использование связано только интенсивным использованием удобрений. Использовать для этих целей отходы животно-отческого комплекса сложно. Здесь тоже существует определенный процесс переработки. А минеральные удобрения бесполезны для песчаных почв. Они попадают в грунтовые воды, а затем в колодцы и скважины с питьевой водой. Поэтому, по мнению эколога, почвоведа Кузьмы Захарова, к обработке этих земель нужно подходить осторожно. К этому вопросу подходить комплексно. Не односторонне. Лишь бы получить урожай комплексно. Потому что этот процесс, он должен длиться на большой срок. Не то, что там первые пять лет получили урожай, потом забросили и уехали. Так не должно быть. В республике считают, что только после широкого обсуждения всех заинтересованных сторон будет решаться судьба агропарка. По нашему мнению, по мнению общественности, этот проект может быть реализован только в том случае, если он будет обсужден со всеми людьми, которые в той или иной степени будут затронуты этим проектом. То есть это надо обсудить с населением, поселение, где планируется строительство фермы, с населением, где будет в дальнейшем построен завод. Но по заводу пока, конечно, нет определенного места. Сейчас китайская сторона готовит расчеты и описание технологических методик, чтобы ответить на все вопросы о производстве и экологической составляющей проекта. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Георгий Кривошейн. Республика. Сейчас в республике 13 жилищных долгостроев. Это дома застройщиков «Лидер», «Кротомстрой», «Алза», «Победа». По каждому будет составлен план действий с ежемесячным отчетом. Такое поручение дал Олег Николаев на встрече с генеральным директором фонда защиты прав дольщиков Владимиром Константиновым. В интересах правительства и дольщиков, чтобы дома были сданы в кратчайшие сроки. Процедура банкротства – это крайняя мера. Так и с лидером. Переговоры с застройщиком велись с весны этого года. Однако стройка с мертвой точки не сдвинулась. Сейчас компания взяла новые обязательства решить вопрос о возобновлении строительства до 2 ноября, когда уже состоится суд по банкротству компании. Если обещания из слов перейдут в действие, то свои квартиры более 800 дольщиков увидят в первом квартале 2021 года. В противном случае будет запущен процесс банкротства. И завершением объектов с привлечением федеральных средств займется фонд защиты дольщиков. Но в этом случае сдача домов отодвинется на 2022 год. Другими долгостроями «Кротомстрой», «Алзы» и «Победы» фонд уже занялся. На сегодняшний день все согласования с Федеральным фондом по защите прав дольщиков проведены. Документы находятся на стадии согласования для выделения финансовых средств. И ожидаем, что по «Победе» и «Кротомстрою» объекты будут сданы во втором квартале следующего года. По объекту «Алза» во втором квартале начнется строительство объекта. Здесь объект находится только на начальной стадии строительства. И очевидно, сам срок строительства тоже займет не менее чем год. Информацию о продвижении дел с долгостроями фонд защиты дольщиков намерен отправлять непосредственно участникам долевого строительства. Планируют задействовать разные ресурсы. Мы с Министроем проработаем. Так как сайты у них более популярные, часто пользуются люди. Наверное, все-таки сделаем отдельную вкладку или сделаем так, что будет ссылка на наш сайт. В течение двух-три дней мы этот вопрос решим. Эпопея с обманутыми дольщиками Чувашии завершится. Дома сдадут. Это правительство гарантирует. Вопрос только в сроках. Прокурор Чувашской республики Андрей Фомин встретился с руководителями средств массовой информации. В ходе встречи обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества и взаимодействия при освещении важных тем. Бывает и так, что журналисты узнают о происшествиях раньше правоохранительных органов. Не секрет, что взаимодействие со средствами массовой информации – это одно из направлений деятельности прокуратуры Российской Федерации. Поэтому мы тоже присутствуем в информационном поле. Смотрим, мониторим все, что происходит на страницах наших изданий. Все, что в СМИ происходит. Берем это к сведению, организовываем проверки. Мы заинтересованы в общении, мы открыты для общения. Уже почти два года в нашей стране действует закон об ответственном обращении с животными. Его принятие ждали 8 лет. Но новые нормативные акты не всегда становятся преградой для тех, кто жестоко относится к нашим меньшим братьям. О вопиющих случаях в столице Чувашии рассказали владельцы собак. Айки, Бадик, рядом. Рядом. Молодцы. Это Аки, Бадик и Йоша. Они, как и все собаки, очень любят бегать. Вот только в последнее время владельцы держат их на коротком поводке. Причиной этого стали такие, на первый взгляд, безобидные сосиски и сало. Но внутри они начинены опасными для желудка питомцев предметами и веществами. Сыкло, гвозди, химические препараты, чего только в них нет. Стали появляться сосиски с порошком. Сделали экспертизу, и там оказалась чистая щелочь. Это настолько опасно, что при взаимодействии с жидкостью начинается, вот просто разъедает. Ну вот я не знаю, вот как можно травить таких вот собак? Это же, это таким живодером. Это вот, они же нам как дети. Мы их любим точно так же. И видеть, как вот умирает животное на твоих глазах, это вообще невероятно. Это уже не первый случай обнаружения отравы. Владельцы животных убеждены, что такое могут сделать только психически больные люди. Мы, когда гуляли со своей собачкой в лесу, а так как она у меня охотник, она у меня охотится на мышек, она нюхает следы различных животных. Соответственно, смотрю, что-то она подобрала, и у нее во рту скрежет, вот такой металлический. Я говорю, Ася, выплюни, она выплевывает, там сосиска напичкана гвоздями и болтами. Если собака такое проглоцает, она может серьезно пострадать или даже умереть. Соне из породы Джек Рассел повезло, ее спасли ветеринары, промыв желудок от стекла. На съемках Сони нет, она чувствует себя уже лучше, но еще слаба. А вот Драдхаар получил ожог слизистый и пока не может принимать пищу. Но эти собаки хотя бы живы, а вот этому псу даже помочь не удалось. Эта же собака просто не довезли до ветеринарки и прямо в машине скончалась с отравлением. Разъела всю челюсть, со своей собакой гуляла на поляне. Нашла вот что. То есть это сало, начиненное иголками, практически в каждом куске 4-5 штук. Вытащила буквально из пасти своей собаки. И как мы должны на это реагировать? Реакция может быть только одна – обратиться в полицию, что и сделали неравнодушные жители. А вот реакция участковых их сильно удивила и шокировала. Когда мы давали показания, мы участковому рассказали, что раскидывают не только щелочь, но и иголки, гвозди. Он посмеялся нам в лицо и сказал, да, действительно. Разные колбасы раскидывают, еще и сало раскидывают. Было очень, если честно, неприятно. В том году ходили, в этом году ходим. Реакции нет. Пришли мы к участкову, написали, описали все заявление. Он нам сказал, что никто этим заниматься не будет, потому что никому это не надо. Вот как комментируют ситуацию в МВД по Чувашии. По каждому сообщению, связанной с жестоким обращением с животными, сотрудники полиции проводят проверку. Весной текущего года, после комплекса проведенных мероприятий, возбуждение уголовного дела с заявителем было отказано. В связи с отсутствием деяний состава преступления. Привлечь к ответственности злоумышленников все же можно, если будет достоверно установлено, что в результате данных действий погибло животное. Или это стало причиной серьезных увечий. Причем наказание по данной статье предусмотрено вплоть до трех лет лишения свободы. А если погибнет несколько животных до пяти лет. Ну, хотелось бы отметить, что работники полиции, работники органов правоходительных органов обязаны принять любое заявление о сообщении преступления, о правонарушении. И они должны обязательно, в обязательном порядке, проверить данный факт. Если же этого не произошло, и работники полиции по определенным причинам почему-то не провели проверку или не приняли заявление, то люди обязаны, на мой взгляд, даже, или могут обратиться в органы прокуратуры. Мы этот факт обязательно проверим. И если это будет установлено, то уже дано лицо, и сотрудник правоходительных органов будет привлечен к ответственности. Кстати, пострадать могут не только собаки, но и все лесные жители, и даже дети, которые гуляют на площадках в роще и любят брать все в руки и пробовать на вкус. А владельцы собак все же очень надеются, что полиция предпримет действия в поиске злоумышленников. Юлия Важенина, Николай Скворцов, Республика. Этой традиции коммунальщики не изменяют уже много лет. В преддверии зимнего сезона в столице Чувашии прошел смотр уборочной техники. Готовность номер один. На линии Чинна стоят тракторы, снегоуборочные машины, погрузчики и другая коммунальная техника. В общей сложности 95 единиц. Сегодня они переходят на круглосуточный режим работы. Проверяют тщательно, вплоть до работы отдельных блоков. На сегодняшний день предприятиям Дорогс у нас на обслуживание более 4 миллионов квадратных метров дорог. В этом году у нас только прибавилось 260 тысяч квадратных метров дорог в целом. Это улицы Нового города. Это получается дорога федерального значения в сторону Новочебосарска. И в связи с этим также мы, конечно, планируем закупать новую технику. Пять новых тракторов уже готовы к работе. Геннадий Лампасов управляет одним из них. Мы в июне получили новый трактор. Сам работаю 2005 года. 15 лет. Так работа нравится. На зиму нам напарника дают. Две смены работаем. Ночью, днем. Зиму снега убираем. Тротуары чистим. Остановки чистим. Заезды, выезды чистим. Чтоб машинам легче было разворот сделать. Если в прошлом специализированная компания в основном чистила дороги, то сейчас берет на себя и другие функции. Через аукцион мы выиграли на благоустройство дворовых территорий. Мы выполняли дворовые территории благоустройства Ленинского района, Московского района и по 119 объектам малых дел. В целом я считаю, что довольно-таки большую работу в этом году мы провели. Специальная комиссия проверила техническое состояние машин. Лучшие работники получили награды. Уборочный парк требует постоянного обновления. Средства на это будут закладывать в местном бюджете. Новые технологии, новая техника. Вот есть старая техника, которую необходимо списывать. Более 4 миллионов квадратных метров обслуживает АО «Дорекс». В зимний период 95 единиц техники будет снегоуборочной работать. То есть вовремя, в срок, оперативно будет очищаться снег. Сейчас на стадии закупки с использованием механизма лизинга еще 3 единицы комбинированной дорожной техники на базе КАМАЗа. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Дмитрий Салманов, Республика. В Чувашии стартовала акция «Белая трость». Общество делает шаг навстречу людям, имеющим проблемы со зрением, показывая их безграничные возможности. Мяч звуковой, поэтому важно, чтобы в зале была полная тишина. А для этих теннисистов игра проходит еще и в полной темноте. И как отбить ракеткой мяч, если его не видишь? Оказывается, можно справиться и с этим, если есть определенные навыки. Шоу-даун – увлекательная спортивная игра. Есть группа детская и взрослая. Особенность этой игры в том, что все играют в светонепроницаемых очках, а также мяч у них звуковой. Ребята выезжают на всероссийские всякие соревнования. Учимся, опыт набираемся. И есть стимул идти дальше, выигрывать и побеждать. И тут без разницы, кто твой соперник. Для этого спорта все равны. А побеждать, несмотря на сложности, это заложено в характере. Настольным теннисом для слепых я начал заниматься в 2016 году. С этим видом спорта меня познакомил. Вот нынешний наш тренер. Это очень нравится. Участвовал первый раз в прошлом году в чемпионате России. Там занял шестое место, вошел член сборной России. По мнению Александры Туктамишевой, этот спорт помог ей раскрыть свои возможности. Играть начала полгода назад. Чем он полезен именно для меня? Он, во-первых, развивает двигательную координацию. И, во-вторых, слух развивает. А это очень нужно слабовидящему и незрячему человеку вообще в повседневной жизни. Александра работает педагогом-психологом. Занимается психологической диагностикой детей. Консультирует ребят и их родителей по различным вопросам. В свободное время с удовольствием участвует в интересных проектах. Недавно она познакомилась с ребятами из Новосибирска. Это тоже незрячие ребята, инструкторы по пространственной ориентировке. И у них есть проект, называется он «Твой километр». И вот они пригласили меня поучаствовать в таком онлайн-марафоне по пространственной ориентировке. Тебя каждый в своем городе на диктофон записал аудиомаршрут, в котором он отражает какие-то приемы, которые он использует при ориентировке, при работе с тростью, техники. Ну, описал маршрут как можно оригинальнее. Вот у меня там диплом второй категории. Поддерживать спортивный дух, занимать активную жизненную позицию и даже видеть мир в ярких красках, не имея физической возможности, это возможно. Главное верить в себя. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. После капитального ремонта в столице Чувашии возобновили работу два филиала ГКБ номер один по улице Бичурина. Лечение взрослых и детей теперь будет проходить в комфортных условиях. В работу филиала детской поликлиники внедрены принципы бережливых технологий. Организована онлайн-запись на прием к врачам. Разделены потоки здоровых и больных пациентов. Есть зоны ожидания. Все направлено в то, чтобы сэкономить время ожидания пациента и с учетом методических рекомендаций в бережливом поликлинике. Новым условием работы рады и сотрудники. Давнешнее было все уже обшарпанное было. И полы другие, и стены другие. А тут сейчас совершенно новое. Хочется работать в таком коллективе, в такой больнице, в таком после ремонта. В поликлинике номер 4 теперь есть система навигации, которая помогает пациентам быстро ориентироваться внутри. Открытая регистратура, кабинеты диспансеризации и медицинской профилактики. Процедурный. Все маршруты выверены. Мы открываем прием и будем вести в новом обновленном здании прием наших любимых пациентов. Мы готовы оказывать доступную, качественную и безопасную медицинскую помощь. В следующем году здесь появится новое оборудование. Есть пожелания у жителей данного микрорайона непосредственно о приобретении аппарата ультразвуковой диагностики, эндоскопического оборудования и маммографа. Мы эти пожелания учтем и на следующий год внесем в план закопок данного оборудования и предоставим для пользы населению. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Сергей Копеев, Республика. В селе Яльчики капитально отремонтировали Дом культуры. Работы по обновлению здания снаружи и внутри шли полгода. Сейчас его не узнать. Дому культуры уже больше полувека. Жители с удовольствием проводят в нем свое свободное время. Концерты, спектакли, творческие студии – выбор большой. Вот только здание с годами обветшало настолько, что потеряло свой уют. Масштабные работы начались с самого фундамента. Его укрепили. Фасад утеплили, сделали новую крышу. Прежняя уже не спасала от дождей и снега. Кардинальные изменения произошли и внутри здания. Заменили систему отопления, электроэнергии. Установили пожарную сигнализацию. Потолок покрыли звукопоглощающими плитками. Заменили оконные блоки, полы. На все ушло более 20 миллионов рублей. Основная часть средств была выделена в рамках национального проекта «Культура». При поддержке главы региона удалось закупить костюмы и декорации для местного народного театра. После ремонта в обновленном Доме культуры нам очень нравится работать. Здесь тепло, уютно, светло. И жителям села, не только села, но и районы, и республике очень нравится наш Дом культуры. Все с удовольствием. И звезды Чуварской эстрады сюда приезжают к нам. И со спектаклем тоже. В Доме культуры большой выбор кружков и для детей. Хор, театр, хореография, вокал, декоративное искусство. Вот только специалистов для работы с ребятами явно не хватает. Так, например, в Яльчиках один хореограф на весь район. Не хватает баянистов. А еще здесь мечтают о собственном автобусе, чтобы выезжать с концертами в деревне. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. Конкурс виртуальный. Деньги реальные. В этом году окружной форум Иволга проходил в онлайн формате. Это не помешало творческой молодежи республики получить гранты на реализацию своих проектов. Победители представили свои идеи главе Чувашии. Дистанционный формат позволил присоединиться к программе форума «Большему часу молодых людей». В 2018 году ребята из Чувашии привезли с Иволги всего один грант. В 2019-м уже три. А в этом четверо выиграли гранты на общую сумму более 4 миллионов рублей. За победу сражались уже 600 человек. Студентка Кристина Петрова будет реализовывать проект «Твой опыт в науке». Виктория Кислова и Сергей Александров увлечены театром, поэтому их идеи связаны со сценой. Вячеслав Краснов с коллегами наверен снимать короткометражное кино. Последние трое получили поддержку на сумму более 1 миллиона рублей. Почти вся сумма гранты уйдет на оборудование. Есть кто снимает, есть кто организует, но тут без помощи и поддержки республиканских органов власти для полной реализации нам не обойтись. На встрече присутствовали эксперты в области проектной деятельности. Идеи ребят им понравились и они готовы стать соучастниками. Нам дали 5 миллионов киноборудов, мы это полностью готовы предоставить им, помогать снимать, показывать все. Также мы можем помочь и будем помогать социализироваться. Таким проектом надо открывать широкую дорогу, считает глава республики. У них есть будущее. Те идеи, которые представлены, они нужны, они полезны, они творческие. Я вас уверяю, лично я как руководитель региона, а соответственно буду на этом носить и Кабинет Министерства Чувашьей Республики. Всячески будем поддерживать все эти направления и будем определенным образом кардинировать вашу деятельность таким образом, чтобы использовать все эти имеющиеся ресурсы и учреждения культуры, и домов культуры, и досуговых центров, которые будут создаваться в сельской местности, и всех остальных ресурсов, которые имеются в системе и образования, и культуры Чувашьей Республики. Олег Николаев выручил победителям конкурса молодежных проектов форума «Иволга» благодарственные письма. Впереди у ребят месяцы интереснейшей работы. Инесса Потапова, Андрей Шоклев, Республика. Баскетбольный клуб «Чебоксарские ястребы» борется за выход в 1-4 Кубка России. Победу в первой игре с командой из Ревды «Ястребы» упустили. Поединок 1-8 Кубка страны на домашней площадке завершился со счетом 86-94. Несмотря на это, «Чебоксарские ястребы» провели достойную игру и показали, что сдаваться просто так не намерены. Следующий матч пройдет 25 октября, где хозяином паркета будет команда города Ревда. Это главные новости пятницы 16 октября. Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!